Здравствуйте, с вами Сергей Проходский, я занимаюсь ландшафтным дизайном в студии Апрель. И сегодня хотел бы вам рассказать о очень интересных растениях, о древесных лианах. Почему интересных? С одной стороны, на самом деле, это нельзя сказать, что сильно распространенные растения. Их применение чаще всего ограничено ввиду того, что они нужны тогда, когда необходимо озеленять вертикальное пространство, вертикальные плоскости. И чаще всего многие задаются вопросом, о какую же лиану можно выбрать, как чтобы она подошла, чтобы она хорошо развивалась, росла и радовала глаз своим внешним видом. Сегодня разговор начнем с широко известной лианы, а конкретно с девичьего винограда. Наверное, многие его знают, лиана очень неприхотливая, одновременно одна из самых агрессивных. Но это такое растение, которым часто можно, соответственно, закрыть практически любые вертикальные поверхности. Она настолько неприхотлива, что растет и в тени, и на солнце. Достаточно хорошо себя будет чувствовать при разных режимах увлажнения почвы. И в целом, своего рода является агрессором. Надо быть очень осторожным, когда мы используем это растение рядом с другими растениями. Или, соответственно, где есть нюансы с точки зрения того, как эта лиана будет разрастаться. В наших условиях, в Беларуси, в частности, на территории средней полосы России, лиана спокойно может подниматься на высоту девятиэтажного дома, причем самостоятельно. Она имеет присоски, которыми присасывается к вертикальным поверхностям и, соответственно, очень прочно держится. В отдельных моментах может, соответственно, немного портить фасад. Поэтому надо быть осторожным. Но, кроме этого, пышная, зеленая, полностью покрываемая листвой, то есть создающая очень интересную мозаику листьев, огненно-красная осенью, с большим количеством мелких, хоть и несъедобных, но приятных по внешнему виду синевато-сизых ягод, эта лиана давно заслужила свое обильное массовое использование. В настоящее время есть смысл, наверное, обратить внимание на несколько современных сортов, которые будут или чуть более компактными, или иметь надрезанные или немного пестро окрашенные листья, и таким образом немного расширить спектр ее декоративности. Если вам позволяют условия, и вы находитесь на территории, где зимы все-таки более мягкие, с температурами примерно до минус 15 градусов, есть смысл задуматься о использовании девичьего винограда триостренного. В более северных регионах с ним будут проблемы по зимостойкости. Но кроме девичьих виноградов, на самом деле, есть еще как минимум несколько лиан, которые есть смысл использовать там, где у нас пространство меньше, там, где мы ограничены с точки зрения роста по высоте, но в то же время хотим, соответственно, обогатить участок или какую-то композицию вертикально зелененными растениями. Все вы знаете, надеюсь, про такое растение, как клематис. И, конечно, с точки зрения требовательности к условиям произрастания, его в целом нельзя отнести к тем растениям, которые будут неприхотливы. Когда мы говорим про отдельные сорта клематисов, мы в любом случае понимаем, что это уход, это создание определенных почвенных условий, и в целом с ним надо поработать. Но кроме этого, есть клематисы, которые гораздо более неприхотливы. Допустим, клематис тангутский или манжурский, или целая группа клематисов, которые называют княжиками. То есть это те, на самом деле, растения, которые, во-первых, достаточно зимостойкие. Это четвертая, иногда даже третья группа зимостойкости. Неприхотливы в целом. То есть они не так требовательны будут к почвам, как большинство сортовых клематисов, жакмана, соответственно, или группа сортов клематиса фиолетового. Они будут нормально себя чувствовать не только на нейтральной и слабо-щелочной почве, как характерно для многих клематисов или ломоносов, но будут хорошо расти и на слабо-кислой реакции среды. То есть это на абсолютном большинстве почв, которые мы имеем в качестве основы для выращивания растений. К тому же эти клематисы будут более естественного внешнего вида. Многие обладают хоть и некрупными цветками, но в то же время со своего рода особым шармом, изяществом и часто применяются в озеленении. Дальше, на следующем месте я бы обратил внимание на такое растение, как актинидия. Все вы знаете киви, которые покупаем для использования в пищу. Так вот, как раз-таки актинидия, это актинидия аргута, коломикта, это своего рода минимизированный вариант этого киви. Это та лиана, которая дает съедобные плоды. Чем она интересна? Среди представителей этого рода, наверное, в первую очередь, я бы выделил актинидию коломикта, как все-таки более устойчивая, одновременно более зимостойкую. И, кроме этого, одновременно еще теневыносливую. То есть это та лиана, которая может расти и на солнечных участках, так и выдерживать затенение. Интересно это растение тем, что будет обладать очень декоративной листвой. То есть это то растение, которое может иметь полностью зеленые листья, но, кроме этого, при достатке питания и освещения, на ней в хаотичном порядке будут появляться белые розовые пятна и полоски. Таким образом, сама по себе лиана становится на порядок более интересной в использовании. Если, соответственно, освещения будет немного не хватать, будет становиться полностью зеленолистной. В совокупности с тем, что интересно по характеру облествения, плюс съедобные, соответственно, плоды, фактически лиана заслуживает отдельного использования. Следует обратить единственное внимание на то, что эту лиану, особенно в первые годы после посадки, очень любят коты и кошки. То есть для них это такой же эффект, как валерианы. Поэтому в первые годы советуют укрывать зону корневой шейки этой лианы и в целом заботиться, пока она приживется. В дальнейшем особых проблем с ней не бывает. На четвертом месте я бы оставил хмель. В частности, хмель обыкновенный. Сюда же можно добавить, допустим, его золотистый сорт ауреус, которое, с одной стороны, неприхотливое растение, но важно понимать, что растение, которое полностью отмирает надземная часть на зиму и потом полностью восстанавливается. То есть мы получаем своего рода динамику. Каждый год, соответственно, новый каркас. Но с учетом того, что растение хорошо нарастающее, и, как, допустим, та же актининдия, спокойно поднимается в течение года на 2-3-4 метра в высоту. То есть это примерно растение одной группы по размерам. Но, кроме этого, хмель обладает очень интересной листвой, фактурной и быстро заполняет вот эти вертикальные поверхности. Также можно обратить внимание на такую древесную лиану, как лимонник китайский. Лиана достаточно давно и широко используемая в вертикальном озеленении. В первую очередь следует обратить внимание на то, что это растение лекарственное. И образуемые в конце сезона ярко-красные ягоды являются медицинским сырьем. Одновременно, конечно, их можно употреблять в пищу, но в незначительных количествах. Для того, чтобы вы понимали, одна-две ягоды лимонника китайского создают тонизирующий эффект, который соизмерим с чашечкой хорошего эспрессо. Кроме этого, считается, она улучшает зрение и поддерживает общий тонус организма. Что касается декоративности, лимонник китайский, растение, которое будет расти на хорошо освещенных участках и при таком, скажем, среднем уровне затененности. Достаточно неприхотливо к почвам. То есть стандартные садовые земли, субстраты тут отлично подойдут. Будет хорошо развиваться, вырастет на высоту 2-3 метров 100%. Кроме этого, будет обладать очень плотной зеленью. То есть через, соответственно, крону лимонника китайского практически мы не будем просматривать то ограждение, шпалеру или забор, который мы им закрываем. Очень хорошее декоративное качество. В совокупности я бы сказал, что лимонник еще одновременно очень интересен и красив своей листвой. На протяжении лета это приятная, благородная, насыщенная зелень с таким салатово-желтоватым оттенком. А осенью это классический золотисто-желтый цвет полностью по всей поверхности кроны. Также следует обратить внимание, что некоторые лианы, как, допустим, первая девичий виноград, прикрепляются к вертикальным поверхностям самостоятельно, благодаря тому, что имеют усики, присоски или другие какие-то приспособления. То есть в частности это винограды в целом, сюда же и девичий виноград. Хорошо, соответственно, поднимается по поверхностям хмель, который закручивается вокруг вертикальных осей. Но кроме этого есть лианы, которым нужны опоры. И если, допустим, мы говорим про актинидию, коломикта, аргута, соответственно, и другие виды и представители, следует отметить, что нужен будет каркас, нужна будет шпалера, арка или что-то в этом духе. Сюда же мы отнесем и лимонник китайский. Поэтому, когда мы подбираем растения для вертикального озеленения, важно понимать, нужна ли будет ему помощь в том, чтобы, соответственно, развиваться в вертикальной плоскости. Если у нас такого варианта не будет, эти растения могут развиваться по поверхности почвы, как почвопокровные. И в современном ландшафтном дизайне можно найти примеры, когда они отлично покрывают как раз-таки горизонтальную плоскость. Это своего рода альтернативные варианты. В частности, такие примеры можно найти, допустим, с сортовыми клематисами, которые я уже до этого упоминал. И последнее, на что хотелось бы обратить внимание, что среди древесных лиан есть отдельные растения, как, допустим, актиниди, у которых выделяются или могут присутствовать мужские и женские экземпляры. То есть это говорит о том, что если мы хотим, чтобы растение плодносило и мы получали плоды, в зависимости от того, используем ли мы определенный сорт или вид, следует обращать внимание на то, что могут существовать экземпляры, которые будут нуждаться в одновременном наличии и мужского, и женского экземпляра, либо, соответственно, выбирать сорта, которые являются однодомными растениями, и такой необходимости не будет. В любом случае, я бы хотел еще раз отметить, что древесные лианы очень интересные растения. Они позволяют, во-первых, обогатить участок, сделать его более объемным. В то же время они являются своего рода альтернативной заменой для широко распространенных живых изгородей, допустим, из туи тех же, потому как позволяют, соответственно, создать вертикальные зеленые поверхности по заборам или по каким-то другим ширмам, соответственно, территории сада. И кроме этого, это те растения, которые обладают своего рода интересным эффектом, когда они растут по стволам старых деревьев, взбираясь, соответственно, в крону и добавляя таким образом декоративности. До встречи в следующий раз, когда будем изучать другие интересные декоративные растения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова